Как долго может жить человек? Сообщения СМИ о столетних старцах уже никого не удивляют. 120, 130, 140. В 1933 году в Китае умер Ли Цинь Юнь, которому на момент смерти исполнилось 256 лет. В 1927 году губернатор провинции Сычуань генерал Янь Сен встретился со знаменитым травником Ли Цинь Юнем. Встреча произвела на генерала неизгладимое впечатление. В беседе старый травник вполне серьезно назвал годом своего рождения 1736. Ничем не выдав своего удивления, генерал попросил гостя рассказать историю своей жизни. По словам Ли родился он в провинции Сычуань, в Цициньсяне. К 10 годам обучился грамоте, что было тогда большой редкостью, и отправился странствовать. Исходил весь Китай, несколько лет провел в Таиланде, Вьетнаме и на Тибете. Всюду изучал травы и их воздействие на человека. Несколько лет служил в китайской армии. После долгих лет странствий вернулся на родину, где занялся сбором и продажей трав. Похоронил 23 жены, в момент встречи был женат в 24-й раз. Всего у него было 180 детей. Многие из потомков живут рядом с ним до сих пор. По описаниям генерала, Ли имел моложавый вид, был силен, имел бодрый шаг и хорошее зрение. Румяное лицо и длинные ногти на правой руке. Особо Ян Сен отметил необычно высокий рост гостя, 30 футов. Около двух метров на прощание Ли Цин Юнь позволил себя сфотографировать. После убытия гостя генерал поручил без излишнего шума навести справки об этом интересном человеке. Профессор Ву Чун Цзэн из университета Чэнду в архивах правительства Китая нашел поздравление мастера лист двухсотлетием, датированное 1877 годом и со 150-летием, датированное 1827 годом. Получалось, что травник родился не в 1736 году, как сказал губернатору, а в 1677, то есть на 59 лет раньше. Но может эти документы имели отношение к совсем другому человеку. Не желая подрывать авторитет известного травника недоверием, генерал приказал свернуть расследование. В 1933 году Ли умер и в его деревню был отправлен чиновник с официальным заданием собрать воспоминания односельчан об этом великом человеке и неофициальным докопаться до истины. В деревне, где жил и умер Ли Цзэн Юнь, его возраст 256 лет, ни у кого не вызывал сомнений. Самые-самые древние жители деревни с самого рождения помнили Ли уже старцем. И их дедушки тоже знали Ли как уважаемого мастера. Как бы далеко не углублялся чиновник в своих расспросах по цепочке семейных преданий. Нигде Ли Цзэн Юнь не фигурировал как мальчик, юноша или хотя бы зрелый мужчина. В народной памяти уважаемый травник жил с самого сотворения мира и уже сразу в образе весьма пожилого человека. Было ли Цзэн Юнь действительно больше 200 лет или нет, но то, что он во много раз старше любого старца провинции Сычуань, это не вызывало никаких сомнений. Секрет долголетия. По рассказам односельчан, Ли никогда не курил, не потреблял алкогольных напитков. Не потреблял мяса, питался рисом и травами, ел всегда в одно и то же время. Пил отвары из трав, рецепты которых были известны ему одному. Владел искусством саморегуляции организма цыгун. Рано вставал, рано ложился. Почти все время проводил в горах в поисках трав. Был щедр, имел уравновешенный характер. В деревне его уважали и любили. Сам ли секрет своего долголетия объяснял так. Держи сердце спокойным, сиди как черепаха, ходи бодро, как голубь, спи как собака. Имеющий уши да услышит. Что же касается расхождения в дате рождения, то неувязку пояснил один из потомков Ли. Когда мастер в последний раз женился, он умышленно омолодил себя на 59 лет, чтобы невеста не сочла его слишком уж старым. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твоей новости. Здесь всегда вас ждут самые интересные факты и события мира.